Добрый день, уважаемые садоводы! С вами на канале Процветок Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какие препараты нужно иметь в своей аптечке садовода. Не секрет, что у всех у нас дома, а у автомобилистов еще и в автомобиле, есть аптечка. Аптечка с самыми необходимыми средствами защиты нашего здоровья, с перевязочным материалом, с антибиотиками, противовоспалительными, жаропонижающими и так далее. Такую же аптечку следует иметь и садоводу. Дело в том, что наши растения болеют, болеют часто и подолгу. И наше дело предупредить эти заболевания и вылечить растения. Итак, с чего мы начнем? С самых необходимых препаратов, которые должны быть в аптечке у вас под рукой. И самый первый препарат, на который хочу обратить внимание, это препараты меди. Это бордовская жидкость, это медный купорос, азофос, медекс и так далее. Именно с обработки препаратами меди мы и начинаем свой сезон. Мы начинаем первое опрыскивание именно ими. Почему? Дело в том, что медь и ее препараты это универсальнейшие фунгициды, к которым не вырабатывается привыкание. Они действуют независимо от температуры. И они доступны. Более того, препараты меди это единственные препараты в мире, использование которых разрешено при производстве экологически чистой продукции. Чего нельзя сказать обо всем остальном. Итак, бордовская жидкость, медный купорос, либо другие препараты, такие как азофос, медекс, купраксат. Это обязательно должно быть у вас. Это позволит защитить ваше растение не только от грибковых болезней, но и от бактериальных. Вообще, я вам скажу, медь это единственный разрешенный препарат для борьбы с бактериальными болезнями у нас в стране. Так как все остальные препараты это антибиотики, их использование для производства продуктов прекращено. Следующий препарат, который нужно иметь в своем арсенале, это сера. Это коллоидная сера в виде порошка, прекрасное средство для борьбы с мучнистой росой, а также с такими опасными вредителями, как клещи, плодовые. Плодовые клещи на смородине, на яблони, груши, на земляники. Без этого препарата справиться с вредителями и не нарушить экологическое равновесие довольно-таки сложно. В целом, все остальные препараты можно разделить на три небольшие группы. Это растительные препараты, такие как настои, отвары, табачная пыль. Это биопрепараты, которые производятся при помощи микроорганизмов, бактерий. И, наконец, препараты химические. К сожалению, без этой третьей группы иногда обойтись очень и очень сложно. И для того, чтобы не переусердствовать, не ошибиться, важно выделить всего несколько препаратов, которые должны быть у вас в запасе на тот случай, если вредители или болезни разбушуются как нельзя хуже. При выборе препаратов следует обратить внимание на одну маленькую особенность. Часто мы встречаем очень много препаратов, которые называются по-разному. Вот, например, есть интовид и есть искра золотая. Как бы два разных препарата. И мы часто покупаем одно и второе в надежде, что это нам поможет. Но дело в том, что действующее вещество у них одно и то же. И мидоклоприд. То есть, по сути дела, то же самое. Поэтому покупать такие препараты не стоит одинаково. Обращайте внимание, в первую очередь, на то вещество, которое является, собственно, инсекцицидом или фунгицидом. Почему? Дело в том, что когда мы обрабатываем одним и тем же препаратом, с одним и тем же действующим веществом два и более раз подряд, мы вырабатываем у вредителей и болезней устойчивость к этому препарату. То есть действуем, получается, себе во вред. Поэтому, приходя в магазин, мы смотрим не только на торговую марку, но и на то, какое действующее вещество. То есть вы теперь уже вряд ли купите себе в запас сразу два таких препарата. Вы должны выбрать один или или. Второй препарат вы должны выбрать для защиты обязательно из какой-нибудь другой группы. Например, вот у нас есть препарат Актора. Здесь действующее вещество тиметоксан. То есть, если вы планируете, или у вас вспышка, допустим, тли на яблонях или других вредителях, и вам нужно обработать более двух раз, выбираете, допустим, Актору и Искру. Один раз обрабатываем Актору, второй раз обрабатываем Искрой. При выборе, кстати, фунгицидов, инсектицидов следует обращать внимание на их широкий спектр действия. Есть препараты, можно сказать, узкоспециализированные, которые действуют на строго определенные болезни. И есть препараты широкой специализации, которые действуют на практически все болезни или на всю группу вредителей. Например, Актора – это универсальный препарат, который действует и на насекомых, и на клещей. То же самое можно сказать и о карате. Действующее вещество у него уже другое – лямбдацигалатрин. То есть, вот такие вот препараты мы смотрим по действующему веществу и выбираем только разные. При обработках очень важно не только чередование, но и внимание на температуру воздуха. Дело в том, что многие препараты способны действовать только при повышенных температурах воздуха, не менее 16-18 градусов Цельсия. И это характерно особенно для препаратов фунгицидов, средств защиты от болезней. Иногда люди жалуются, что вот мы обработали сад, но парша все равно бушевала. Или мы опрыскали картошку от фитофторы, но фитофтора все равно ее скушала. И когда начинаешь разбираться, то оказывается, что было слишком холодно, и препарат элементарно не подействовал. Вы скажете, ну так что делать? Можно, конечно, опять же обратиться к препаратам меди, можно смириться, а можно выбрать препарат, который будет действовать при низких температурах. Пожалуй, единственным сейчас доступным на рынке таким препаратом, причем универсального действия является хорус. Он начинает действовать уже при температуре плюс 5-6 градусов. И применять его рекомендуют именно в начале вегетационного сезона. Когда медь мы уже применили, прошел достаточно большой срок, подходит время обработки от разного рода пятнистости, от той же парши, которая идет по распускающимся молодым листикам, от кокомикоза или манилиального ожога. Но температура еще недостаточно высока, а грибок уже развивается. Вот в таком случае мы используем низкотемпературный препарат хорус. В дальнейшем, когда погода улучшается, мы обращаем внимание на другие препараты. Повторюсь, мы должны выбирать только те, которые обладают широким спектром действия, чтобы вы могли применить, допустим, топаз, как на яблони, так и на кустарниках ягодных, так и на декоративных растениях. В связи с тем, что грибков у нас много, и все они относятся к разным группам, и обладают разными свойствами, есть группы препаратов, которые действуют на такие вот отдельные группы грибов. Например, мучнисто-росяные грибы. Для борьбы с этими вредителями в своем арсенале нужно иметь, допустим, серу коллоидную, и препарат ридамил, желательно ридамил-голд. Он хорошо справляется с мучнистой росой не только на садовых растениях, но и на декоративных, и на овощных, например, на луке. Для борьбы с болезнями коры и древесины, которые тоже очень вредоносны, очень опасны, нужно иметь, опять же, препараты меди, а также в тех странах, где данный препарат разрешен, такой препарат, как топсин-М. Насколько я знаю, сейчас он приходит повторную регистрацию в Республике Беларусь, но он зарегистрирован в Российской Федерации и на Украине. Поэтому, если у вас есть такая возможность, данный препарат желательно иметь в своем арсенале. Это позволит сохранить вам кору ваших деревьев здоровой, вылечить язвы, а также спасти ваши розы от разных черных пятнистостей и прочих неприятностей. Вы скажете, а вот зачем столько препаратов? Дело в том, что, повторюсь, некоторые препараты мы должны использовать и имеем право использовать только один раз, даже ту же самую коллоидную серу. Во всех рекомендациях написано, что ее можно применить в сезон только один раз, а если патоген размножился, тогда мы обращаемся уже к другим препаратам. Для тех, кто приверженец экологически чистого земледелия, производятся биопрепараты для борьбы в основном с вредителями. Особенностью биопрепаратов, во-первых, является их безопасность как для человека, так и для всех остальных полезных организмов. Во-вторых, их особенность – это довольно низкая эффективность по сравнению с синтетическими препаратами. То есть, если, допустим, райок дает эффективность 90% при борьбе с пятнистостями листьев, то биопрепарат, допустим, отвар какого-то растения, к сожалению, даст эффективность 50-60%. Но, учитывая, что для нас главное качество, этого уже достаточно. И третий момент – при использовании биопрепаратов применять их нужно гораздо чаще. Но поскольку это безопасно, то в этом проблемы я, например, не вижу. Итак, для борьбы с насекомыми вредителями, пожалуй, наиболее эффективным и популярным является фитавер. Это аверсектин. Он получается из культур микроорганизмов. Он совершенно безопасен для полезной микрофлоры, для полезных насекомых и безопасен для человека. Его можно применять неоднократно, в отличие от всех этих препаратов, и он не наносит вреда окружающей среде. Для борьбы с насекомыми вредителями, такими как, допустим, плодожорки, пилильщики, можно использовать такие препараты, как битоксибацелин и лепидоцит. Лепидоцит – этот препарат разработан именно для борьбы с бабочкой-плодожоркой. Содержит в себе культуры бактерий, которые вызывают заболевания насекомых вредителей, как следствие их гибель. Для того, чтобы поддержать здоровье наших растений, для того, чтобы усилить их сопротивляемость, в своем арсенале желательно иметь биостимуляторы, такие как Эпин и Экосил. Данные препараты, благодаря тому, что поднимают естественный иммунитет растений, повышают их устойчивость к болезням, и как следствие распространение болезней у вас в саду падает. Получается, данные препараты – это прекрасная профилактика в первую очередь. Например, вот препараты торфа. Сейчас их огромное количество, и вы всегда можете выбрать тот, который у вас в доступности, который обогащен микроэлементами и может играть так же роль, как и подкормка. Вот эти все препараты действуют на растения изнутри, повторюсь, повышая их внутренний иммунитет. На что хочу еще обратить внимание. Устойчивость наших растений определяется не только их естественным иммунитетом, но и нашей заботой, нашей подкормкой. К сожалению, из-за загрязнения климата, из-за частых кислотных дождей, почвы в нашем регионе становятся все более и более кислыми. Из-за того, что почвы закисляются, многие микроэлементы переходят в неусвояемое для растений состояние. И это в первую очередь касается кальция. В этом году и в прошлом году очень много было жалоб на такое физиологическое расстройство, физиологическое заболевание, как горькая ямчатость. Фактически некоторые сорта были поражены на 90% этой ямчатостью. Это заболевание вызывается именно нехваткой кальции. Яблоки, пораженные горькой ямчатостью, очень плохо хранятся, теряют в качестве и непригодны уже для употребления в пищу. И для того, чтобы данное заболевание у вас не развилось, в своей обстречке желательно иметь такой препарат, как кальциевая селитра. С одной стороны, вы подкармливаете растения препаратом азота. Селитры – это все соли, азотные кислоты. А с другой стороны, вы защищаете его благодаря кальцию от горькой ямчатости. Применять данную селитру необходимо в течение вегетационного сезона двух-трехкратно, не меньше, опрыскивая по растущим частям растения, по листьям, по завязи, 0,2-0,6% раствором. Таким образом, мы поддерживаем растение, вдымая его иммунитет и сохраняя его здоровье. Как известно, болезни бывают не только инфекционные, болезни бывают и травматические. И в саду, где у нас есть и ветер, где у нас могут быть поломы, порезы и так далее, необходимо иметь, можно так сказать, перевязочный материал. Это, в первую очередь, различного рода замазки, садовый вар, живая кора или вот такие составы, например, как ран нет, которые позволят вам быстро, оперативно, зачистив рану, замазать ее, предотвратив развитие заболеваний. При обработках также необходимо помнить о собственной безопасности. Никогда не начинайте работу, не сменив одежду на рабочую, не защитив себя, открытые свои кожные покровы перчатками, а глаза, лицо при помощи защитной маски и респиратора. Ведь большинство препаратов, представленных здесь, относятся, как минимум, к третьему классу опасности, то есть умеренно опасные для человека. И рисковать своим здоровьем при обработке ни в коем случае не стоит. Поэтому препараты защиты растений мы вносим только с средствами защиты собственного организма. Далее, при проведении обработок следует позаботиться о том, чтобы стояла соответствующая погода, желательно безветренная в вечернее время или утреннее, либо в пасмурную погоду, но без дождя. Дело в том, что капельки препарата, нанесенные на листик, особенно если капля крупная, часто действуют как линза, вызывая солнечный ожог. И в таком месте, как потом оказывается, по солнечному ожогу, охотно развиваются болезни, когда действие препарата уже прекращается. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч. С уважением, Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова